Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! В эфире программа Технопарк. Это программа, в которой мы рассказываем о каких-то технических новинках, возможных открытиях, изобретениях. Ну и, собственно, если возникают какие-то сомнения, то привлекаются эксперты к решению вот этой проблемы. Сегодня мы решили, что пора немножко потревожить Поля Дирака и Эрвина Шредингера. Ну, это основатели и, в общем-то, люди, которые внесли немалый вклад в развитие квантовой механики. Но я сразу хочу сделать дискламер. Дело в том, что я общаюсь в академических кругах, и поэтому моих коллег, с которыми я встречался в Президиуме Академии Наук, вообще в рамках академической науки, я прошу сегодняшнюю программу не смотреть. Потому что... Ну, потому что. Я буду строить гипотезы. А, собственно, тема сегодняшней программы, она появилась из новостной ленты. Когда в одной из новостных программ появилась вот такая вот информация удивительная, что было создано некое устройство. Здесь поминался и M-Drive, небезызвестный. Но это устройство, работающее на квантовых принципах и создающее, ну, в общем-то, колоссальную тягу. Ну, речь идет о сотнях ньютонов. Ну, это, конечно, очень много для подобного рода систем, но тем не менее. А вдруг? Может, ученые чего-то недопонимают. Ну, собственно, вся эта история началась очень-очень давно. Еще, по-моему, в 1982 году, где-то или в 1988, но где-то вот в это время в журнале «Техника молодежи» был описан полевой двигатель. То есть, условно говоря, ну, вы знаете, что если возникло электромагнитное поле, то оно после того, как электрическое поле исчезает, не сразу пропадает, на чем, собственно, и является явление самоиндукции. То есть, когда исчезающее магнитное поле снова наводит ЭДС в проводнике только противоположного направления. Ну, как бы это все доказанные факты, и тут спорить абсолютно не с чем. И предполагалось, что в одном проводнике создается магнитное поле, потом рядом другой проводник, поле электричества исчезает, и потом, значит, в другом возникает, и оно как бы отталкивает то оставшееся на какое-то время поле, и за счет чего получается импульс, да, то есть, вот, вроде как никакого нарушения сохранения импульса, да, закон Ньютон тут вроде спит спокойно. Но, тем не менее, нет никакого рабочего тела. Я, в общем-то, могу построить гипотезу. Вот сейчас я скажу гипотезу, можете кидать в меня тапками, но, тем не менее, это моя гипотеза, просто домысел. Я буду сейчас не спровергать общую теорию относительности и специальную теорию относительности, поэтому прошу отнестись с пониманием. Я предполагаю, это гипотеза, что когда электрическое поле возникает, возникновение магнитного поля происходит с некоторой задержкой, потому что, собственно, если мы опираемся на теорию суперструн, то надо некоторое фемто-время, фемто-размеры, не знаю, ну, в общем, где-то фемто-размерность всех событий, на то, чтобы вот эти суперструны приняли новые состояния, ну, или спины изменили. Условно говоря, произошла реакция суперструн на возникновение электрического поля в проводнике. После исчезновения электрического поля суперструны тоже не сразу приходят в состояние ортогональности и скалярного нуля, а какое-то время, то есть рассинхрон, и поэтому магнитное поле существует, и оно как бы вморожено в суперструны. И вот если в этот момент возникнет другое магнитное поле, то, по идее, мы оттолкнемся от тех суперструн, которые вморожены в пространство-время. То есть, вот попытаюсь так. Ну, можно, конечно, возразить насчет полевого двигателя того, что проводники не здоровы. Я даже придумывал, что надо создать плазменный шнур с большим током и отбрасывать уже вот этот сгусток плазмы вместе с магнитным полем, которое в него вмерзло. Ну, как вариант, да. Но это всего лишь разновидность ионного двигателя на самом деле получается. Но это все присказка. Давайте все-таки вернемся к сказке. Сказка очень проста. Ну, вот вы помните, я вам показал вот эту вот картинку. Вот тут буквально на днях российские СМИ разразились просто взрывом оптимизма. И даже вот нашлось видео испытания вот этого чудо-прибора. Вот давайте посмотрим, вот как работает этот прибор, который создает... Вот видите, просто он стоит на колесиках и создает импульсную тягу. И тяга там чуть ли не под сотню килограмм в импульсе может развивать. Ну, все питается от электричества. Ну, собственно, вот такая штукенция. И давайте мы попытаемся с ней разобраться все-таки, что это такое. Это новая физика, это какие-то непознанные закономерности или наоборот, закономерное мошенничество. Вот для этого разговора я сегодня пригласил в нашу виртуальную студию доктора физико-математических наук Дмитрия Зотьева. Ну, собственно, вы все видели мое вступление, вы знаете мою гипотезу, да. Значит, ну, я не доктор физмат-наук, но, как говорится, мне не имею, да. Вот, поэтому я высказал свою гипотезу. Ну, а вам, наверное, предстоит сказать, где ошибаюсь я, где ошибаются вот рассматриваемые работы господина Леонова. Это вот автор этих работ. И, собственно, поговорить еще об М-драйве, так называемом микроволновом двигателе, ну, вокруг которого в последнее время тоже возник, как это сейчас говорят, хайп. И потом этот хайп куда-то рассосался. Ну, вот, собственно, у меня к вам сейчас вопрос, как к эксперту, как к физику, к математику, и более того, специалисту, кто занимался квантовой механикой. Поэтому мы понимаем, что монополь, магнитный монополь поля Дерака, я вот, честно говоря, на него подумал, что все-таки кто-то нашел Дераковский монополь, и ему удалось реализовать отталкивание от пространства времени. Ну, грубо говоря, варп-двигатель, да, вот такой вот. Но, тем не менее, что это с точки зрения современной физики, современной математики, ну и вообще науки? Ну, разумеется, с точки зрения науки, все это бред. Я имею в виду то, что сочиняют вот изобретатели такого рода устройств, псевдодвигатели, вот, в частности, олеонов. То есть, это полнейшая хинея. На самом деле, там нет никакой квантовой механики, там нет никаких струн, то есть, ни квантовой теории поля. Ничего этого там не присутствует. Это, на самом деле, такого рода авторы, они манипулируют этими словами, но не имеют представления об этих науках. Это просто видно из того, что они пишут. Поэтому здесь, я думаю, даже не стоило бы вдаваться в такие вот как бы возвышенные материи, потому что фактически мы просто помогаем им создавать шумовую завесу над абсолютно тривиальной, безграмотной и совершенно ложной идеей. И, как всегда, выясняется в таких случаях. Но я все-таки коснусь кратенько вот то, что вы назвали, ну, поскольку вы пожелали, чтобы я высказался по поводу вот этой, вашей такой, как бы, гипотезы на скидку. Ну, понятно, что вы просто пытаетесь, ну, как-то что-то под это придумать, что-то разумное, что могло бы, ну, придать этому хоть какой-то смысл всей этой хинеи. Не, ну, по крайней мере, я выдвинул рабочую гипотезу, попробуйте ее опровергнуть. Ну, да. Нет, я и говорю, вы, ну, о том и речь, то есть. Вы пытаетесь, ну, как-то это обосновать, ну, а вдруг все-таки действительно здесь какая-то есть, ну, не просто это глупость, а что-то, может быть, там есть в основе. Но, смотрите, ну, начать с того, что теория струн – это чисто теоретическая конструкция, да. То есть, никаких струн никто никогда не наблюдал. То есть, это абсолютно измышление теоретиков, математиков в основном. Так что, поэтому на нее ссылаться, как на вообще, как бы, твердый факт науки, ну, некорректно. Просто не стоит. Нет, ну, можно гипотезы строить, опять же, никому не запрещено, как говорится, дух ходит там, где хочет, да. То есть, человек, естественно, думает, мыслит, воображает, это пожалуйста. Но струны не наблюдались, да, экспериментально, никак. Ну, а не фемторазмеры, и как их наблюдать, они меньше кварка. Ну, как бы то ни было, да. То есть, нет ни одного эксперимента, который как-то соответствует теории струн, насколько я знаю. Поэтому это музыительное построение, не более того. Ну, да, на него, конечно, можно там как-то... Но ведь самоиндукция это есть, самоиндукция ведь есть, самоиндукция, и то, что магнитное поле исчезает не сразу. А это связано со струнами, это обычная, ну, как, это магнитная индукция, это часть электродинамики, это все понятно, это то, что открыл еще Фарадей в свое время. Кстати, вот по поводу вот этого различия между временного лага, между электрическим магнитным полем, якобы, об этом как раз пишет Леонов на своем сайте, когда он пытается подвести теоретическую базу, он как раз осуждает, вот, например, в таком духе, что... Ну, да, он смещение, что происходит ортогональное смещение фазы, и, соответственно, нарушается скалярный ноль. Вот основной посыл его. Ну, да, ну, да. Ну, вот, покажите, пожалуйста, слайд, второй слайд. Я уж не буду касаться непосредственно идеи полевого двигателя, потому что вы так все достаточно подробно пояснили, что, я думаю, тут мы на этом останавливаться не будем. Нет, не второй, извините, четвертый, четвертый слайд, пожалуйста, покажите. Да, вот как раз поле напряженности магнитное и электрическое, HEE. Это фрагменты из текста вот на сайте Квантон, вот это так называемое научно-производственное объединение, которое возглавляет Леонов как научный руководитель и вдохновитель. Кстати, о Квантоне давайте посмотрим. Покажите, пожалуйста, третий слайд перед этим. Вот, собственно, Квантон сам. Да, вот эта организация, которая продвигает... Летающие тарелки. Квантовый двигатель Леонового, да. Она, судя по всему, так сказать, неплохо, так сказать, существует. Возникло это дело в Брянске, но сейчас у нее уже, она указывает свой юридический адрес, я так понимаю, в Санкт-Петербурге. Вот, и налаживает, активно налаживает связи с Роскосмосом, ну и так дальше. Пожалуйста, давайте вернемся на четвертый слайд. И вот тут как раз эти рассуждения о том, что якобы междуретическим магнитным полем есть временной сдвиг. Но это на самом деле совершенно неправильное рассуждение. В принципе, неправильное. Почему? Потому что нет электрического, нет магнитного поля, да. Это просто как бы две характеристики этого магнитного поля. Ведь известно, например, что при соответствующем выборе системы отсчета можно устранить электрическую компоненту поля, можно устранить магнитную. Ну, кроме того, случая, когда поле является электромагнитной волной чистой. То есть, когда ортогональные векторы Е и H. Они же, кстати говоря, не всегда ортогональны. Но при определенных условиях они могут и совпадать, да. Да, и быть параллельны как угодно на самом деле. Углы могут быть произвольными. Это только в электромагнитной волне, причем вдали от источника, в дальней волновой зоне так называемой, они более-менее ортогонализируются по вектору Е и H. Так вот, если они не ортогональны, то можно выбрать систему отчета так, инерциальную систему отчета, в которой исчезнет либо компонент Е, либо исчезнет компонент H. Останется только одна из них. Поэтому понятие даже магнитного аналитического поля – это понятие относительной действительности. Это лишь два лица одномагнитного поля. Поэтому что там говорить о временном зазоре? Вот это рассуждение, которое он здесь приводит, это такое типичное школьное объяснение. Вот так в школе детям пытаются объяснить, что такое термогнитная волна. Вот я помню прекрасно себя, вот так же и я все время понимал это, когда был школьником. Что да, сначала термогентное электрическое поле возникает, оно переменное, оно порождает магнитное, переменное магнитное порождает электрическое, пошло-поехало. Но это не более, чем такая наглядная, понятная для школьника модель. На самом деле ничего такого не происходит. Это магнитное поле появляется сразу, всё как есть, с обеими своими компонентами. Разорвать их невозможно, поэтому эти рассуждения, они совершенно надуманные. И, в принципе, я выдаю... Но ведь магнитное поле может существовать без электрического поля. Возьмите постоянный магнит. Вот обычный постоянный магнит, он создаёт магнитное поле, а магнитное поле есть, а электрического нет. Вот ещё раз говорю, что если можно выбрать систему отчёта, инерциальную, на которой это магнитное поле исчезнет, а останется только электрическое. Это описано, например, в книге Ландау Льюшица «Теория поля». Там в самом начале приводится как раз рассуждение на эту тему. Да, я читал эту книгу «Теория единого поля», она называется. Да, где постоянная φ может принимать любое значение в зависимости от точки отчёта. Но это мы постулируем общую и специальную теорию относительности. А, скажем так, здесь же они не спровергаются? Нет. Во-первых, теория относительности и электродинамика – это неразумно связанные вещи. Они не существуют одна без другой. Теория относительности – это, в сущности, электродинамика, распространённая на явления механики, по сути. То есть, это одна наука. Я бы так сказал, теория относительности – это и есть электродинамика, на самом деле, если подумать. Без теории относительности можно отказываться от электродинамики смело. Потому что тогда мы отказываемся от инвариантости уравнения Максвелла. То есть, мы тогда просто отбрасываем, отрицаем физический смысл уравнения Максвелла. Потому что они становятся зависимыми от системы отчёта. А стало быть, пристроили быть уравнениями, как таковыми. Далее, придётся выбросить квантовую механику, я сразу могу сказать, решительно совершенно. Хридингера обидится вместе со своим котом. Она невозможна, на самом деле. Только в тривиальных каких-то, может быть, задачах, совсем тривиальных. Ну, скажем, в том, что касается света, излучения, поглощения, рассеяния света, квантовая механика без теории относительности невозможна. Но лазеры придётся запретить тогда в таком случае. Всё, что связано со светомагнитными квантами – это явления чисто релятивистские. И поэтому в рамках классической механики они никак не описываются, даже если их перевести на язык квантовый. Поэтому, пожалуйста, ядерная физика, она целиком основана на формуле Е равно МЦ квадрат. Вот ядерная физика, как вот именно наука, которая обеспечивает ядерную энергетику. Уберите теорию относительности, придётся от неё отказаться. Потому что формула Е равно МЦ квадрат, Эйнштейновская, это не просто какая-то там фантазия. Ну, давайте посмотрим ещё одно видео с испытания вот этого устройства. Ну, всё-таки ведь вот оно же. Нет, мы сейчас к этому доберёмся, Игорь Валентинович. Я просто хочу именно высказаться. Да, посмотрите. О, какое усилие-то. Теория совершенно безграмотная. Я хочу просто начать с этого. Сейчас мы обсудим, как это всё ездит на самом деле. И почему? Это фокус. Я могу сказать заранее, это фокус совершенно понятный. И вам, и мне понятный. Мы это сейчас обсудим, как это производится. Это цирк, извините меня, балаган в чистом виде на самом деле. Да, ведь там из Роскосмоса аж специалисты подписали акт, что они участвовали в этих испытаниях. Ну, Роскосмос, ну, Рогозин. Сейчас доберёмся, доберёмся, Игорь Валентинович. Я бы хотел вот всё-таки немножко с теорией разобраться, потому что под это подводится ретико-теортическая база. Давайте начнём с этого. Покажем, что теории никакой нет, что теория абсолютно несостоятельна. Вот, пожалуйста, погодите, четвёртый слайд. А, вот что мы видим. Это просто уровень теории. Вот автор пишет, значит, например. Вот уровень рассуждения, вот это, с позволения сказать, теории суперобъединения, как он называет. Тут же чудовищная потензиозность. Тут же автор фактически претендует на что? Что он в своей теории объединил все известные виды взаимодействия. Ну, да, и сильные, и слабые. То есть, фактически, Ландау сделал с его теорией единого поля. Да, то есть, человек замахивается на то, что он просто взял и объединил все существующие виды взаимодействия в рамках одной теории суперобъединения. Есть такой термин, да, суперобъединение. Есть попытки теоретиков построить такую теорию. Опять же, в основном математические попытки. То есть, в основном эти математики занимаются, конечно. Сочиняют массу всяких там красивых теорий сложных. Но, опять же, всё это очень далеко от реальной физики, с одной стороны. А с другой стороны, от завершения такой теории пока нет. Но вот тут зря, что она есть. Ну, давайте посмотрим уровень. Вот, пожалуйста, вот человек пишет, например, вот просто уровень рассуждений в качестве примера. Это, пожалуй, самое сложное место, наверное, в этой работе, по крайней мере, вот в той статье, которую я видел. Вот он пишет, попробуйте ввести роторы в график на рисунке 1.1. Это вот мы видели там рисунок с этой магнитной волной с плоской. Да, ничего не получится, график разрушается. Это означает, что в вакууме ротора электрического поля не порождает ротор магнитного и наоборот. Ну вот, ну вот, ну вот, ну всё. Ну вот, ну бред. Просто вот посмотрите, я указал выше слева уравнение Максвелла. Ну вот же, ротор магнитного поля, он же выражается через вектор напряженности электрического поля совершенно очевидным образом. Там в правой части, вот второе уравнение 1, там в правой части плотность тока, но, допустим, её нет. Допустим, это волнает, допустим, она 0 плотность тока. Но всё равно мы видим, что ротор B это не 0, ротор E тоже не 0. То есть, как их нет? Они есть. Если просто автор статьи, так сказать, не понимает, что такое ротор, и ему показалось, что это нечто такое, чего здесь нет, ну так это его проблема. Он просто не знает математики, не знает этой динамики совершенно. И дальше вот он ниже приводит там два уравнения. Вот покажите, пожалуйста, ещё раз. Вот здесь. Ниже вот два уравнения. Вот, да-да-да. Это его, так сказать, версия уравнения Максвелла. Ну, вот он так их видит. Причём он вводит какие-то странные, значит, вектор смещения. Плотность тока смещения заряда. Плотность тока смещения G – это, видимо, вектор А. Плотность тока смещения магнитного заряда. То есть, он вводит магнитный заряд, как реальность. Он её якобы открыл. Она существует. Но об этом же писал Поль Дирак о магнитном монополии. Это ещё в 30-х годах прошлого века было. Ну, Дирак теоретизировал. Дирак был человек умный и много чем интересовался. И ставил очень яркие задачи перед собой. Он теоретизировал. Он кое-что там теоретически установил некие факты. Что, скажем, там магнитный заряд, если существует, то должен квантоваться. А если он существует, то это объясняет квантуемость электрического заряда. У него там есть такие результаты. Но чисто теоретически. Он же никогда не утверждал Дирак, что монополь существует. Он просто рассуждал, каким он мог бы быть и что бы было, если бы он существовал. Магнитный заряд. Но ведь он не обнаружен до сих пор. То есть, монополь Дирака так и остался, как говорится, теоретической некой такой абстракцией, которая практически не обнаружена была нигде ни разу. Никогда. В том числе на адронном коллайдере пытались найти его при сумасшедших энергиях. Но, тем не менее, не удалось этого сделать. Так что гипотеза о монополии не подтверждается. Гравитон, насколько я понимаю, так никто и не нашел до сих пор. Вот эту мистическую частицу элементарную, которая передает гравитацию. И вот эти все разговоры об антигравитации, о летающих тарелках, ну это уровень РЕН-ТВ. Но это не научный уровень. Совершенно верно. Покажите, пожалуйста, слайд номер 6. Вот шестой слайд. Да, и вот такой уровень этой теории. Шестой слайд, пожалуйста, покажите. Следующий. Вот он такой уровень. То есть, абсолютно. Вот наивные школьные рассуждения. Нет, пожалуйста, да, шестой. И дальше он делает вывод отсюда. Собственно, это для чего все приводится, эти рассуждения. Ну, как бы, как любой, так сказать, великий изобретатель, в кавычках, автор не спровергает существующую науку. То есть, он просто заявляет, что эта динамика, она недоработана. Что она вот сырая. Что там, несмотря на то, что там прошло уже больше ста лет. Ну, какой там сто там? Урония Максвелла, это чуть не середина 19 века. Ну, это все ерунда. Это люди не понимали, люди заблуждались. Это нужно выбросить. Это все неправильно. Он знает, как правильно. И даже отсюда делает переход такой, что вот надо, значит, как-то это все поправить. Эту динамику. Вот эту вот проблему между, как якобы, якобы временным лагом, между этническим магнитным полем. И как заодно получить... Но ведь лаг-то ведь существует. Действительно существует исчезновение электрического поля и исчезновение магнитного. Есть достаточно большая, просто космическая по меркам микромира пауза. И как-то эта пауза объясняется. Вот есть нормальное такое вменяемое объяснение, почему это происходит? Ну, вот я попытался через суперструны объяснить. Ну, паузы нет. Вот в электромагнитной волне они колеблются одновременно. Ну, какая пауза? Да, а сама индукция в катушке индуктивности откуда? Ну, как? Ну, так ведет себя поле электромагнитное. А в чем тут опять? Вы имеете в виду... Я даже не понимаю, какая там пауза? Ну, как? Вот протекает электрический ток, а магнитное поле одной направленности. Магнитное поле... Вернее, электрический ток исчез, но магнитное поле исчезает через какое-то очень короткое время и вызывает электродвижущую силу ЭДС противоположной направленности. Собственно... Не, ну, это понятно. Ну, это не временной лак. Это обычное, так сказать, течение процесса. Электрическая компонента исчезает, остается магнитной, потом она переходит в электрическую. Эта эволюция – это магнитное поле, опять же, единой сущности. Просто две компоненты, так сказать, ведут себя... Но какой-то ведь, когда исчез электрический ток, магнитное поле тоже исчезает, но никакого поддерживающего нет. То есть, исчезло не мгновенно. Вот как раз меня интересует вот этот момент времени, сдвиг. Я пытался объяснить через теорию струн. Ну, вот я, в общем-то, сторонник теории струн. Я не спровергатель общей теории относительности, специальной теории относительности. Нет, ну, я тут не вижу вообще никакого вопроса. Ну, как бы, где, какой временной разрыв? Ну, есть электрическое поле, есть магнитное. Электрическая компонента падает до нуля, магнитное растет до максимума, а потом наоборот. Это в колебательном контуре, скажем, да? И что? Ну да, и нарастает точно так же магнитное не сразу, а с небольшой задержкой. А чем, собственно, объясняются многие процессы того же резонанса, в конце концов? Так нет, ну, а... В колебательном контуре. А при чем здесь струны? Ну, так ведет себя поле. Атакова электродинамика. Ну да, ну а почему оно так ведет? Я вот всегда задаюсь вопросом, а почему? Многие вещи невозможно объяснить на пальцах. То есть, мы пытаемся найти какую-то аналогию, такую-то понятную нам механическую совершенно. Ну, невозможно. Ну, так и все. То есть, вот, я вообще этот вопрос... Я не вижу здесь вопроса, честно говоря. Почему так ведут себя? Ну, что, ну, есть это магнитное поле, есть Д-компоненты, ЕАЖ. Вот в колебательном контуре происходит явление, так сказать, перетекание одной в другую. Ну, и что в процессе колебаний? Энергия магнитного поля, значит, переходит в энергоэлектрического и обратно. Что-то странного. Вот, как бы, где тут место для струны? Зачем они вообще нужны? Когда и так все понятно. То есть, ну, одним словом, я бы все-таки вернулся к картинке 5. Вот, покажите, пожалуйста, 6. Вернее, картинка 6. Вот, как бы, отсюда, отсюда из отрицания этой динамики рождается, так называемая, теория суперобъединения, вот этого Леонова, так сказать. Ну, а, собственно, что это? Вот он просто утверждает, что, оказывается, вот, как он считает, пространство состоит из, так называемых, квантонов. Пространство-время даже, вот, как он утверждает. Но здесь мы видим все-таки именно пространственную структуру, в действительности трехмерную. Ну, не суть важна. И вот пространство, якобы, заполнено квантонами. Что это? Это вот такие вот упаковочки из четырех, вот, как он утверждает частиц, четырех кварков. Он их называет кварками. Вот, значит, два кварка с зарядами. Ну, позвольте, кварк, вообще-то, это немножко из другой оперы, да? То есть, это, ну, очарованный кварк, там, запахи, ароматы кварков разные есть. Но это составляющие элементы элементарных частиц. А зачем назвать другим названием вот это? Ну, как-то непонятно. Вот это мне непонятно. Так, естественно. Так нет, ну, так это любая лженаука строится, во-первых, на незнание обычной науки. Это прежде всего. Человек просто не в курсе, какие бывают кварки. Он просто слышал слово «кварк», что какая-то там элементарная частица. Да, вот и все. Ну, как назвать еще? Он назвал вот четыре кварка. Причем он говорит, значит, два из них электрические кварки, вот которые плюс-минус, вот, покажите, пожалуйста, да. Плюс-минус, это, значит, носители двух электрических зарядов, ну, соответственно, плюс-е, минус-е. И два магнитных кварка, это вот СН, носители положительного магнитного заряда, это который Н, и отрицательного магнитного заряда, который С. Точнее, ну, да. Вот, пожалуйста. Новые сущности совершенные. Тут не только монополь, тут, оказывается, кварки такие есть. Но дело в том, что, ну, во-первых, опять же, никаких магнитных зарядов никто не наблюдал. Это первое. А второе, у кварков заряды кратные 1 третий, как известно. Если уж рассматривать кварки, у них заряды 1 треть, 2 третьих, плюс-минус. А кварк заряды 1 третий – это бред, это абсурд. Таких кварков не существует. Пока, на мере, никто, кроме Леонова, их не наблюдал. Ну, такого он тоже не наблюдал. Он просто постулирует, а вот так бывает. Да, но Дирак не наблюдал магнитный монополь тоже. Это тоже математическая модель была. Совершенно верно. Нет, ну, там модель, там математическая модель. Здесь нет математической модели. Здесь просто фантазии. Это просто полет воображения человека, так сказать. Здесь нет никаких расчетов. Это никак не сообразует с существующей наукой. Дирак не изобретал сущности. Он, так сказать, опирался на имеющуюся науку, как любой ученый, мысль добросовестный и серьезный. Вот. И любая попытка, во всяком случае, придумывать нечто новое, должна основываться на хотя бы изучении старого. Потому что проще всего заявлять. Вот мне неинтересно, я не хочу знать. Сейчас мы увидим, кстати, как он утверждает, как он себя позиционирует. Вот такая позиция, характерная для именно лжеученых. То есть, человек не знает, на самом деле, существующей науки. Именно в той области, где он пытается создать нечто новое. И говорит, а я не хочу, а зачем мне знать. Я просто сделаю по-другому. И это будет правильно. А все остальное чепуха. Да, вот давайте посмотрим. Вот, да. Вот, кстати говоря, вовремя выключили слайд. Вот здесь что у нас написано. Вот утверждения такие, характерные. Вы говорите Дирак. Ну, просто смешно. Дирак это... Читал я Дирака. Это выдающийся совершенно ученый. Это человек с потрясающе точным мышлением. Это физик, который мыслил математически строго, насколько это вообще возможно для физика. Вот. Читал я скрупулезный человек. Я зачитывался им по молодости просто до упоедения. Шредингера и Дирак это было что-то фантастика. И, кстати, работы Ландау по теории единого поля, это тоже, ну, в общем-то, по крайней мере, математически они выглядели очень стройно, я бы сказал. Ну, это две великолепные книги, да. Теория поля и принципы квантовой механики, это мои настольные книги, я на них вырос, можно сказать, еще в студенческие годы. Но мы, как это, в фильме говорили, мы с вами из одного столуемся, это, 17 мгновений весны. И вот давайте, пожалуйста, посмотрим на седьмой слайд, вот седьмой слайд, и вот что утверждает господин Леонов, значит, мой мозг позволяет проникнуть в тайны квантованного пространства времени. Я просто вижу, что там происходит, вот красным цветом человек утверждает, вот все, ну, он видит, вот ему, так сказать, пророк Моисея сказал, и все, привиделось там что-то, все, вот вам источник научной истины, пожалуйста. А дальше, вот характерно, еще одна выделенная красная фраза, обратите внимание, да, перед этим он пишет. Я никогда профессионально не изучал математику, имея несколько книг, мотоциклопедию, в которую почти не заглядываю. Ну, вот зря, вот надо было бы, вот надо было бы сначать с этого, потому что, так сказать, чем лезть в теоретические дебри. И дальше, считаю, что проще вывести все заново, чем изучать чужие выводы. Ну, вот, вот типичная позиция, вот я извиняюсь перед господином Леоном и его, так сказать, адептами, да, вот этой, но это высказывание невежды. Вот типичная высказанная невежда. Гораздо лучше сделать самому, чем изучать то, что есть. Ну, так каждый может. Это полная... Ну, зачем изучать таблицу умножения, если можно придумать свою, да, где дважды два-пять? Почему бы и нет? Ну, это дело в том, что человек просто, ему просто, во-первых, лень. Нужно годы потратить на изучение существующей науки. Я не говорю всей науки, но хотя бы области, куда ты полез, надо разобраться хотя бы основательно. Та же квантная механика, это не то, что называть там квантованным. Вот эту упаковочку из четырех там псевдо-кварков, якобы существующих, он называет квантоном. Квантом пространства. Отсюда название этой всей организации, квантом. Все, вот все, что кроме этого слова и вот этого представления о некоем квантоне, ничего другого нет из квантовой механики. Даже близко не пахнет, потому что, чтобы в ней разобраться, это нужно годы потратить на это. И, может быть, и не хватит уже лет, если человек изначально подготовлен слабо, скажем математически, он уже просто не успеет разобраться, ему оставшейся жизни не хватит, чтобы набрать нужных знаний. А прославиться хочется, великим стать хочется. Ну, а что? Да нафиг ее, я буду заново изобретать, открывать все, как мне представляется, как мне видится. И вот давайте об этом внимание, пожалуйста, на слайде 7 еще одно высказание характерное. Мы уже переходим ближе к теме. На слайде 7 вот это высказание из статьи вот этого Леонова на сайте на его, квантом. Вот он пишет в правом верхнем углу. Аналогичный принцип положен в основу работы квантового варп-двигателя, который разрабатывается в НАСА. Это ложь. В НАСА не разрабатывается никакой варп-двигатель. В НАСА есть отдел, да, есть отдел, который там занимается такими как бы задачами, лежащими, так сказать, за горизонтом, да, там, как у них там группа вот эта, Eagle, Vox, да, орлы такие, смотрящие далеко вперед. Ну, да, там буквально копеечный бюджет, там, я не знаю сколько, может быть, там 2-3 человека занимаются вот этими исследованиями, ну, как, ну, на всякий случай. Ну, а вдруг что-то где-то когда-то обнаружится. То есть, как бы, они не отрицают возможность обнаружения новых физических принципов. Потому что понятно, что, скажем, движение в космосе, да, вот, скажем, межзвездные полеты на существующих принципах невозможны. Не видно никакого способа добраться даже до ближайших звезд, опираясь на существующую науку и основанные на ней технологические решения. То есть, хочется придумать что-то другое, принципиально другое. И поэтому, ну, конечно, как бы остается открытой маленькая форточка в НАСА. Ну, там кто-то занимается так слегка, так сказать, допустим, фантазирует на тему, вот, как бы построить звездолет, который основан на, там, изменении гравитационного потенциала, да. Там, перед кораблем гравитационный потенциал уменьшить, сзади бы увеличить. Он и съедет туда, в сторону уменьшения потенциала. И так, как-нибудь он бы двигался бы, соответственно, с произвольно большой скоростью и так дальше, не нарушая, там, законы физики. Ну, занимается, теоретизирует, но это не разработка. Нет никакого проекта вар-двигателя, который бы серьезно финансировался и всерьез рассматривался как нечто, ну, скажем так, стоящее в повестке дня, да, что должно появиться в ближайшем будущем. Этого нет, однозначно. Дальше что он там пишет? Вот, кстати, давайте вот еще один посмотрим фрагментик испытания вот этого устройства, назовем его так, то есть совершает работу, совершенно очевидно, это устройство совершило некую работу. Ну, вот, Игорь Анатольевич, вы меня вот упорно подворите, ну, давайте, о том мы действительно проговорим и не успеем, самое интересное, тогда сделаем небольшое. Нет, я только сейчас вот по поводу седьмого слайда все-таки хочу мысли закончить. Вот утверждается, потому что люди вводят заблуждение такими заявлениями. Вот он утверждает, в Китае квантовый двигатель был испытан на орбите. Ну, что-то там они испытали, но дело в том, что это Амдрайв, да, мы о нем ничего скажем. Да, это Амдрайв они испытали, я понял так, что результат пока неоднозначный. Совершенно верно. Что касается Амдрайва, пока все результаты не превышают порядка одной десятитысячной ньютона. Ну, есть версия, что реакция Амдрайва базируется на взаимодействии с магнитным полем Земли, что в данном случае отталкивается просто от магнитного поля Земли. Совершенно верно. Ученые, да, из Дрездена, там группа этим занимается, прям, видимо, их тоже задело, уже надоело. Но если отталкивается от магнитного поля Земли, то он абсолютно бесполезен при межпланетных даже перелетах, не говоря про межзвездные. Ну, конечно, нет, ну там какие-то токи наводятся, магнитное поле Земли действует, но там силы такие, порядка одной десятитысячной ньютона, это действительно может быть результатом воздействия магнитного поля Земли всего лишь. Ничтожно слабая сила. Есть только оценки, есть оценки, вот НАСА тоже ради интереса, ну провели они эксперимент там, да, там проверили, так сказать, посмотрели на всякие случаи. Вот они вот это намерили, но у них есть мнение, что может быть удастся достичь там одной тысячной ньютона на киловатт потребляемой мощности, одной тысячной ньютона. То же самое китайцы, в принципе, ничего больше пока не получилось. Между прочим, вот эта группа Леонов, она лжет, она в своих заявлениях, они утверждают, что Китай там получил там 72 уже ньютона, это ложь, этого не было. Больше одной тысячной ньютона никто пока ничего не получал. Даже одну тысячную не получали, насколько я знаю. Это оценки, это оценки, что вот если добавить мощность, может быть получится так. Поэтому Китай испытал, ну Китай интересуется, да, тоже опять же. Ну а вдруг? Ну действительно, люди оставляют маленькую форточку, какие-то на это чуть-чуть там тратят средства. Ну да, но говорить, что испытал на орбите квантовый двигатель, это же звучит так. Но насколько я знаю, и в России тоже есть сторонники М-драйва, причем вполне серьезные академические ученые. Которые, которых я лично уважаю. Да, я тоже сейчас как раз о нем хочу сказать. Что имелось в виду, я поясню. Я лично, у меня есть версия, что имелось в виду, да. И вот там же на седьмом слайде он утверждает, что Российская Академия Наук сделала на своем сайте заявление, что квантовый двигатель не противоречит законам физики. Но это наглая ложь. Во-первых, Академия Наук заявлений никаких не делала. Вот, пожалуйста, покажите восьмой слайд. Вот мы переходим к человеку, которого вы уважаете, и я его знаю, и тоже, ну как знаю, ну не лично, ну знаю, что за человек, и тоже отношусь к нему вполне с уважением. Это не лжеученый, это не фрик никакой. Ну давайте посмотрим. Вот он сказал, не Академия Наук, это не высказание Георгия Малиновского. Малинецкий, он был зам директора Института прикладной математики имени Келдыша, где я неоднократно бывал. Ну давайте, вот покажите, пожалуйста, восьмой слайд. Вот тут написано, что сказал Малинецкий. Вот прям конкретно. Дело в том, что, ну опять же, все-таки я замечу, при всем уважении Малинецкий, он не физик все-таки, он все-таки математик, прикладник. То есть, он когда-то учился на физфаке, но по роду деятельности, я посмотрел, у него по собственной физике работы практически нет. То есть, это математик. Поэтому, но человек серьезный, безусловно. Человек разумно мыслящий, точно мыслящий, поэтому его мнение, безусловно, имеет значение. Ну и что же он сказал? Давайте посмотрим. Малинецкий сказал следующее. Этот двигатель не расходует рабочее тело. Он имеет дело с полем. Поэтому для него не нужно ракетное топливо вести на орбиту. В таком смысле крайне заманчивая идея. И дальше он заявляет там ниже, что нарушений законно в работе нового двигателя нет. Так что имелось в виду? Я объясню очень просто, на мой взгляд. Конечно, на Малинецкого бы спросить по-хорошему. Малинецкий, очевидно, по-моему, двигатель просто излучает ретомагнитную волну в одну сторону. И нормально работает обычный реактивный двигатель. То есть, если излучать ретомагнитные волны направлено куда-то, то мы получим двигатель реактивный. Потому что ведь ретомагнитное поле имеет... Частный случай – это фотонный двигатель. Совершенно верно. Фотонная ракета – это как бы экстремальный, не просто частный, экстремальный случай ретомагнитного двигателя. Совершенно верно. Если генерировать поток гамма-квантов, скажем, в одну сторону удастся, то, пожалуйста. Но, грубо говоря, верхом на лазере. Конечно. Я, например, я, конечно, это моя версия, но я вижу за этим высказанным Малинецкого следующее. Он понял так. Он, может быть, особо не вникал, но он понял так, что, придумывая некий такой генератор, генератор направленного, так сказать, излучения, экстремальный. И он дает какую-то мизерную тягу. И он, конечно, доволен. Он говорит, рабочее тело вести не нужно. Ну, да, не нужно, потому что из чистой энергии получается импульс. Почему он получается? Потому что, опять же, преобразование вектора энергии импульса, где нулевая компонент импульса, потом она появляется. Это в теоретной эффективности. Но в фотонном двигателе, насколько я понимаю, там все гораздо проще. Там световое давление на отражатель. То есть это родственник солнечного паруса, фотонный двигатель. То есть где имеется фотонное давление, световое давление на отражающее зеркало, допустим, того же квантового генератора или зоны, где реакция идет с выделением фотонов большая. Ну, условно говоря, аннигиляции. То это, скажем так, частная версия, частный случай солнечного паруса. То есть здесь понятно, есть рабочее тело фотон. Фотон, рабочий тело. Между давлением солнечного света и законом соединения импульса, это одно и то же. Это разное описание одного и того же. Тем не менее, мы, разумеется, механизм... Ну, здесь в данном случае мы не нарушаем закон сохранения импульса. То есть Ньютон у нас лежит ровно, не крутится там. Да, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому как бы Малинецкий, очевидно, это имел в виду. Он так для себя это выставил, какую-то картинку разумную. Ну, понятно, ну что. Ну, вот, да, не противоречит. Ну, то есть он пытался, как я, обосновать. Да, почему заманчиво? Ну, естественно, ему это понравилось. Ну, замечательно, глянь, не нужно вести рабочее тело. Да, не нужно. Просто чисто нужен источник электрической энергии. Ну, скажем, солнечные батареи. Великолепно. Даже при ничтоженной тяге, очень-очень потихонечку можно там за долгое время куда-то добраться довольно далеко. Это понятно. Ему понравилась тема, безусловно. Вот такая реакция. Вот и все. А что именно, чтобы Малинецкий утверждал, что нарушение закона сохранения импульса не противоречит законам физики, я уверен, что он такого не сказал бы, если бы ему внятно задали вопрос, о чем идет речь. Он бы сказал, что шины иначе. Вот и все. Он бы не стал Ньютона беспокоить. Да. Но даже если Малинецкий предположить, что он уверовал, вдруг случилось так, что может быть нарушено закона сохранения импульса, ну, это мнение Малинецкого. Ну, пусть он так считает. Академия Внук тут ни при чем. Она не утверждала ничего такого с единым совокупным мнением, в том числе отделением физики. Поэтому давайте пойдем дальше. То есть, Малинецкий у нас тут совершенно не при делах. Ну, вот М-драйв, все-таки М-драйв. Вот М-драйв. Микроволновая печка с измененной геометрией камеры резонансной. Ну, мы уже, по сути, обсудили с вами его. Ну, как бы, вот там нет ничего практически пока. Там есть просто некий интерес, но слишком много шума из этого создает. Я выскажу гипотезу. Вот у меня сегодня день гипотез, да, что микроволновое излучение, СВЧ, в металлической части вот этого М-драйва вызывает достаточно большие вихревые токи, которые вызывают вихревое же магнитное поле, которое взаимодействует с суперструнами. И таким образом, так как частота очень большая, взаимодействия, они все-таки как-то вот их выталкивают. Из-за вот зоны резонанса. Ну, можно чего угодно фантазировать. Вот Леонов фантазирует как? Что вот пространство заполнено квантонами, и якобы вот его двигатель, якобы Леонова, он же практически это тот же М-драйв. Он же, по сути, утверждает, что это один и тот же концепт. Просто он утверждает, что он Леонов, он наконец-то понял, почему работает М-драйв, он объяснил механизм и добился гораздо большего результата, как он утверждает. Вот и все. Ну да, тяга у него заявлена вообще колоссальная. То есть, вот еще не удержусь, я вот просто сегодня показываю картинки с испытаний этого чудо-двигателя. Ну, сейчас мы до него доберемся, да, до этого испытания. Нет, все это эффектно, безусловно. Но, так сказать, и в то же время понятно. У меня, например, ушло, ну, примерно где-то, я вам честно скажу, наверное, минут сорок или даже час я пярялся на это видео, пока наконец мне не стало ясно, что там происходит. Потому что было ясно, что это фокус, только нужно было понять, какой. Теперь это понятно, сейчас мы это обсудим. Но я хочу сказать еще раз, вот вы говорите, отталкиваются от струн. Ну, хорошо, Леонов говорит, что отталкиваются от квантонов. Вот эти вот самые вот эти вот упаковочки, которым якобы заполнено пространство, в такой, знаете ли, гексагональная решетка такая, знаете ли, и вот от них отталкивается двигатель. Как бы если что-то оттолкнуться, но а что бы не толкаться? Ну, все нормально, вот ближайший квантон, отталкивается от него и все. Вот он примерно так это описывает. Ну, ради бога, можно измышлять любые гипотезы, но дело в том, что закон сохранения импульса нарушаться не должен при этом. Мы можем что угодно изобретать. Закон сохранения импульса при скоростях нерелятивистских, именно в обычном смысле, в Ньютонском, он абсолютно точен. Он нигде никогда не нарушался, никоим образом. Поэтому нет никаких оснований его отвергать. То есть, можно фантазировать все, что угодно, но если у вас тело движется со скоростью нерелятивистской, то будьте любезны, пусть выполняется закон сохранения импульса товарища Ньютона, великого и ужасного. Если это не так, значит, прежде всего нужно подвергнуть сомнения вот этой фантазии, а не закон сохранения импульса, который почти 4 века прекрасно подтверждался, и на котором основана, собственно, вся физика на механике Ньютона на самом деле. Механика Ньютона ее же никто не отменял. Это фундамент, это основа физики. И квантовой механики, и всего остального. Это же нужно четко понимать. От того, что появилась там релятивистская механика, механика Ньютона не была отменена. Она просто, так сказать, была область применимости, ее несколько ограничено. А при том, что в теории релятивистской механики тоже есть закон сохранения импульса. Просто немножко иначе выглядит импульс. Только и всего. Так что считать, что якобы развитие науки отбрасывает устаревшие какие-то теории Ньютона, это же совершенно безграмотная точка зрения. Ни в коем случае, ни в коем случае. Но на самом деле вот сейчас такие проявления сплошь и рядом. Вот СМИ у нас рекламируют разного рода вот такие научные вещи, как бы научные. И предлагаются совершенно невероятные конструкции, которые просто разрывают сознание. Модуль нулевой точки, энергия из вакуума. Это уже было. Это еще Дирак говорил. Математически обосновывая, что вакуум – это некая кипящая среда, находящаяся в нулевом состоянии. Если нарушить это состояние, то из вакуума можно черпать все, что угодно. Но это математическая такая формула. Так это да. Но опять же, в основном это все математические построения, как вы правильно многократно подчеркиваете. Все это не подтверждается экспериментами. Во всяком случае, нет экспериментов, которые дают основания подвергнуть сомнению закон сохранения импульса. А пока и поскольку их нет, нет никаких оснований всерьез рассматривать любые теоретические построения. То есть, люди, математики вообще любят сочинять. Я как математика это вам говорю. Они любят фантазировать, любят встраивать теории. Ну, ради бога. Все любят фантазировать. У нас даже президент любит фантазировать. Какие проблемы? Да, естественно. Но пока мы не увидели эксперимента, который демонстрирует нарушение закона сохранения импульса в обычной ньютонской формулировке, у нас нет никаких оснований придумывать какие-то сущности, измышлять какие-то теории, которые описывают, как бы это могло бы произойти. Пусть оно сначала произойдет. А вот тогда нужно будет думать, а почему это происходит, и как это меняет взгляды на существующую науку. И как это соотносится с квантовыми теориями поля и так далее. Они ждут обратным путем. Они отрицают, без всяких оснований, отрицают существующую физику, а потом сваливают кучу умные слова, апеллируя квантовые теории поля, которые они, я еще раз подчеркиваю, они понятия не имеют, что это такое. Потому что труды того же Леонова демонстрируют незнание физики даже на уровне технического вуза. Даже в общий курс физики этого не видно, что человек знает эти вещи. Поэтому какая там квантовая теория поля? Это не тот уровень совершенно. Это просто слова. Это просто слова, которые они перекатывают во рту, как карамельки, не понимая их смысла. А мы пытаемся найти в этом какое-то содержание, какую-то глубину. Нет, ну давайте постепенно. Вот все-таки вот такая вот условная инфографика, да? То есть обозначили вот гравитационное воздействие и через сетку вот какую-то. И вот что вот эти вот гравитоны, они вот и образуют, собственно, основу пространства и времени. Так, Эйнштейну это не читать. Ну вот он, вот он, да, вот он, не, поверните, пожалуйста. Вот он рисовал эту картинку, действительно. Вот они эти квантоны, вот эти вот упаковочки по четыре, там якобы, якобы кварка. Вот, и дальше он, что характерно, вот апеллирует Эйнштейну. На рисунке 2 там подпись, деформация, искривление Эйнштейну, сетки поля СЭФ, масса Земли. СЭФ это сверхсильное, это магнитное взаимодействие. Это вот так, то, что придумал якобы вот этот вот Леонов. А сводится оно к тому, что вот мир заполнен квантонами. И все можно объяснить, как вот взаимоупругое взаимодействие этих квантонами. Это было, называлось тогда, в прошлый раз это эфир. Ну, ну да, ну просто, да, вот такие вот фантазии. Причем многократно пишется, что там подтверждается Эйнштейном, там по Эйнштейну. Причем здесь Эйнштейн, Эйнштейн вообще не о том писал. Опять же, ну ладно, бог с ним. Классиков не читал, я сам классик. Да, да. Я, кстати, хотел обратить внимание, вот давайте, пожалуйста, вернемся на слайд 10. Вот это журнал, в котором опубликована один из последних публикаций 19-го года, вот это, которая побудила нас, я как понимаю, к этой беседе, где опубликованы вот труды, так называемые, вот этого Леонова, и там группа поддержки его, мы сейчас обсудим, кто это такие интересные люди, довольно-таки. Вот, и вот журнал, называется журнал «Воздушно-космическая сфера», да. Вот просто обратите внимание, мы обсуждали проблемы науки как-то в одной из передач, вот в каком состоянии находится российская наука. Я заявил тогда, что в России процентов 60-70 журналов из перечня «ВАК», так называемого, публикуют лженауку, и, соответственно, не должны там находиться в принципе, то есть попали туда мошенническим путем. Но это делается для того, чтобы диссертацию просто, кто-то защитил диссертацию, поэтому делаются фальшивые научные журналы, реферируемые якобы «ВАК», и это основание для соблюдения формальной процедуры защиты научной диссертации. Да, вот если останется время, если вдруг останется, я, кстати, поясню, как они туда попадают, что это там за химия такая, как они себе там… Об этом можно будет вообще отдельную программу сделать. Кстати, да, эта тема интересная, как они там химичат, пролезая в этот список, все эти мошенники оклонаучные, которые, так сказать, присосались на продаже публикаций фактически диссертационных. Ну, так вот, вот, вот издание вот такого рода. Вот я не говорю, что они мошенники, я просто хочу сказать, что это вот такого уровня журнал. Вот, пожалуйста, он входит в перечень ВАК. Его включили вот буквально недавно по специальности инновации в аэрокосмической технике. Вот представьте себе, можно стать кандидатом наук вот такой красивой и престижной специальности, да, инновации в аэрокосмической технике. Публикуясь вот в этом, вот в этом журнале, его уровень характеризует сама эта статья, вот то, что он вот эту лженауку, так сказать, публикует, якобы для дискуссии. Какой еще дискуссии? Если это заведомо нелепая, противоречивая, внутренне противоречивая работа, там не о чем дискутировать. Ну, допустим, они опубликовали. Вот покажите, пожалуйста, следующий слайд, слайд 9, слайд 11. Вот этот журнал, вот уровень, посмотрите. Вот статейочка, где описывается, как два там героических советских, значит, пилота на Ту-16, там что-то там американцев там вокруг носа ввели вокруг пальца там, неважно, я не читал эту. Ну, такая уропатриотическая статья вот о наших доблестных пилотах советских. Хорошо, замечательно. Вот вы сказали главное. Ура, патриотическая. Это поощряется. Так нет, это вот уровень журнала. И таких вот, процентов 60 в списке ВАК, вот таких вот журналов, которые рядятся под научными, публикуют, что попало, в принципе, что попало. И в том числе то, что они принимают, выдают за науку. А люди потом защищают диссертации, публикуются вот в таких вот, в таком уровне журналах. Вот, пожалуйста, это вопрос. Вот типичный пример такого издания. Ну, давайте перейдем. Вот, пожалуйста, покажите слайд 13. Вот последнее теоретическое высказывание. А, ну это М-драйв. Да, нет, 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 это как раз двигатель. А, нет, да, 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 это он обосновывает свое, что на четыре кванта взаимодействует. Да, да, вот можно посмотреть. Нет, псевдоматематика некая приводится. Вот он заявляет, вот опять ссылается на Эйнштейна, значит, квантовая гравитация там раз, ну и так далее. Вот, градиент энергии в виде силы тяготения. Значит, у него FT, вот уравнение, это пример, вот как делается лженаука. Вот посмотрите, какая хинея. Вот FT это сила тяготения. Какой-то градиент энергии. Ну, во-первых, минус градиент, если на то пошло. Если человек, так сказать, занимается теоретической физикой, то он должен понимать, что сила направлена в сторону уменьшения потенциальной энергии. Во-вторых, это магнитное поле в волне, оно не является потенциальным, там нет никакой потенциальной энергии. Градиент чего? Кстати, что за дубль в? Он не объясняет. Этого нет. Вот дубль в. Все, кроме этого символа, ничего нет. Совершенно безграмотное использование и неправильное, и существующие какой-то формулы, которая здесь совершенно неуместно, ничего не объясняет. Понять невозможно, что за дубль в. Ну, вот как хотите. Вот вам наука, вот вам математика. Как он там сказал? Я математику специально не изучал. Вот плохо. Надо было изучить сначала. А вот он создавая теорию суперобъединения, опровергая существующую науку целиком и полностью практически. Ну, вот, собственно говоря... Непризнанный гений он. Непризнанный гений. Вот никто его не признает. Ну, он же сказал, я просто вот вижу, что так. Он причем пишет, мне вот... Не, ну, у нас были уже такие гении. Вот я помню, у меня на памяти Петрик. Да, в свое время у меня просто вызвало отроки, потому что серьезные политические деятели, Грызлов там и так далее, даже хотел триллион рублей выделить на программу вот по этим фильтрам. И с ним носились многие блогеры. Несли такую чушь, что просто уши в трубочку. Но, тем не менее, как говорится, дура ты мартышка. Дура не дура, а три рубля свои намываю. Да? Вот анекдот. Помните такой? Про мартышку и банановую кожуру. Да. Причем он здесь смешивает, смешивает как-то гравитационная сила. Вот это FT, она вроде бы тяготение. А она же вроде какая-то это магнитная сила. Потому что здесь, смотрите, здесь вот что за устройство? Там стоит магнетрон микроволнового излучения распространяется в этом устройстве, в этом конусе. Ну, вот в направлении якобы силы распространяется эта магнитная волна, по сути. То есть, сила, то ли она это магнитной природы, то ли она гравитационная. Он это не объясняет ничего. Вот просто сформулировал. Появляется сила, как градиент энергии. Какой энергии? А фиг ее знает. То ли гравитационной, то ли это магнитной. Вот там вся теория суперобъединения. Ничего более глубокого математически у него нет. И вот вокруг этого топчется, размусоливает. Да, но характеристики-то он нарисовал хорошие и двигается ведь. Вот характеристики, он же там назвал, речь идет о сотнях ньютонов. В характеристиках, да, давайте. Вот покажите, пожалуйста, слайд 14. Вот о характеристиках. Это вот в этой статье, на его сайте написано. Вот он утверждает, вот подчеркнуто красное. Удельная тяга, 115 ньютонов на киловатт. Ну, понятно. То есть, якобы двигатель создает 115 ньютонов тягу на киловатт вложенной мощности в него. Уморочительное КПД. Вы убрали слайд рано, покажите, пожалуйста, еще раз. Это очень важный слайд, я не специально на него остановился. Тут, посмотрите. Ну, я вот просто сделал простой подсчет. Вот, допустим, справа это мой подсчет. При скорости, допустим, ну, 100 метров в секунду, да. Ну, вот смешная скорость для летательного аппарата. Там, 360 км в час. Я просто от балды взял, вот, чтобы. 100 метров в секунду, да. Давайте посчитаем КПД. Мощность, полезная мощность. Это же сила тяги умноженная на скорость аппарата, как известно, да. А внизу, N в знаменателе, это мощность потребляемая. Тот самый киловатт. Значит, отношение силы тяги потребляемой мощности, это есть удельная сила тяги. Это вот те самые 115 ньютона на киловатт. То есть, 115 тысячных. Мы видим множитель. 115 тысячных. Это вот удельная сила тяги. Умножить на 100. Получаем 115. КПД 115. Далее единицы. Это не процентов. Это долей единицы. Переводим в проценты. 1150 процентов. Значит, при скорости 100 метров в секунду, если бы такой двигатель разогнал аппарат до такой скорости, при такой удельной тяге, он бы давал КПД 1000 процентов. Вот, пожалуйста. Вот вам. Вот лженаука. Это так и называется. А если скорость... Если законы математики не соответствуют описанной теории, надо отменить законы математики. Да. Так нет. Естественно. Плохая математика, плохая физика. То есть, и вот они этим восторгаются. Вот эти все члены комиссии, так называемой общественной комиссии экспертов. Вы не клевещите, это элита России. Я понимаю, да. Но они вот с восторгом пишут прекрасные, удельные... Вот это пишет Бакланов. Бывший министр Советского Союза. Человек, сведущий космической техники, наверняка разбирающийся. Я не отрицаю этого. По роду деятельности он возглавлял Министерство общего машиностроения в СССР. Конечно, он разбирается. Но он не ученый. Он министратор. Он командовал. А я тоже не ученый, между прочим. Я тоже журналист. Распределял фонды, выслушивал отчеты от ученых, между прочим. Ученые генерировали политику-то. Это сейчас политику генерируют, научную политику, эффективные менеджеры. А тогда генерировали ученые. А менеджеры их слушали и принимали решения, исходя из научного анализа. А сейчас нет. Сейчас зачем это вникать? И вот, пожалуйста, Бакланов в заключении комиссии, так называемой общественной, он прямо с восторгом тоже пишет. Вот 115 ньютонов на киловатт. И дальше там сравнивать с ЖРД существующими. Это, мол, в 165 раз больше, чем у ЖРД. Да, конечно, в 165 раз больше. Потому что ЖРД не дают. КПД имеет ниже 100%. А тут мы получаем больше тысячи. Почему-то. Да. А если скорость будет больше в 10 раз, получим 11 тысяч процентов. И так дальше, до бесконечности. Но это же бред. Любой может проверить и увидеть, что я прав. Перпетум модули. Ну, если хочется перпетум мобили, а тем более звездолетного класса, почему бы и нет? Ну, совершенно верно. Совершенно верно. Вот, пожалуйста. Поэтому, конечно, лучше там в сотни раз, чем у существующих ЖРД. У них-то реальные КПД. А не вот эта вот сказка. Пожалуйста. Вот пусть меня кто-то поправит, если я ошибаюсь. Вот механика Нидуна. Ее никто не отменял. Можно сказать, да это неправильная механика. Вот с точки зрения теории суперобъединения все получается. Но извините, опять же, я вернусь к тому. Если не подтверждается столетиями проверенная наука, то грош цена всем остальным построениям, которые основаны на том... Хорошо. Я выступлю адвокатом дьявола. Но ведь это же работает. Вот смотрите. Вот оно. Вот оно. Видите? Двигается. Давайте обсудим. Вы покажите, пожалуйста, 18-й слайд. Давайте обсудим. Нет. Сейчас. Давай сначала на нее посмотрим. Потом покажем 18-й слайд. Ей схема. Версия моя. Почему эта штука ездит? Значит, версия такая. Это фокус, безусловно. Стопроцентный фокус. Вот посмотрите. Да. Вот версия такая. Значит, в этом, как вам сказать, устройстве... Ну вот представьте себе. Вот у вас есть... Это вид сверху. Вот этот катающийся барабанчик. Вот вид сверху на слайде 18. Вот состояние 1, 2, 3. Посмотрите. Значит, вот эти вишенки малиновые. Это грузы тяжелые, которые могут вращаться вокруг оси перпендикулярной чертежи. Направленные вот к нам. Вот представьте, что эти вишенки начинают поворачиваться из крайне левого, из положения 1. В положении 2 они начинают расходиться. Это грузы. Это массивные грузы. И они приходят в итоге в положение 3. Что произойдет с аппаратом? Он сместится в направлении, которое указывает красная стрелка. Почему? Потому что... Инерциоид. Типичный инерциоид. Я, когда мне было 6 лет, делал щетку одежную на нее, двигатель с эксцентриком и батарейку. И за счет того, что сила трения в разных направлениях у щетки разная, щетка двигалась в одном направлении, где сила трения была меньше. Ну, это я делал в 6 лет. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Мы говорим об одном и том же. О разных проявлениях одного и того же эффекта. Да. Итак, если вот наши вот эти грузики смещаются, как показано на рисунке, поскольку центр масс системы в целом остается неподвижным в пространстве, в соответствии с законами, столь нелюбимой, так сказать, из обитательной механики Ньютона, то сама тележка двигается в другую сторону, навстречу. Теперь, а когда грузики возвращаются в обратное положение, она должна была бы вернуться. Если бы эти грузики просто колебались туда-сюда, то тележка бы колебалась с места на место вот около положения равновесия. Но когда грузики возвращаются обратно под действием электромотора, вот эти вот, очевидно, внутри. В колесе может быть храповик, в конце концов. Нет, фиксируются колеса. Включается тормоз. Вот покажите тележку, пожалуйста, еще раз. Мы сейчас увидим там устройство, которое, очевидно, работает как тормоз. Там есть кое-что снизу интересненькое, интересное. Покажите, пожалуйста. Вот видно ли планку? Горизонтальная труба идет между как бы этими двумя колесами средними. Нет, нет, не здесь. Вот который на нас смотрит. Вот сейчас, подождите, она проедет дальше, и мы увидим, там вылезет такая как бы труба. Но вот видно, она даже немножечко откатывается назад. Вот она, вот она темная такая, темная идет какая-то поперечина. Вот она, видите? Вот прекрасно сейчас ее видно. Это какая-то труба, соединяющая два боковых колеса. Это ясно тормозная система. Но там, видимо, она не очень эффективна, и был виден момент, когда откатывалась назад тележка. Да, он и дергается взад-вперед, потому что она полностью не фиксирует обратное движение. Когда грузики внутри возвращаются обратно, вот эти наши вишенки, представьте, они теперь поднимаются из положения 3 опять же вверх, возвращаются в положение 1. В этот момент колеса зафиксированы тормозом, колеса этой тележки, поэтому она остается на месте. Но, как Игорь Валентинович справедливо заметил, поскольку тормоз несовершенная система, ну, понятно, она дергается за вперед, то есть на обратном противоходе груза. Но в противном случае, как бы так было, что эфир тудым-сюдым, да, ну, вот странно. Да нет, ну, отталкивается от квантонов, понимаете, пространство квантонов, а двигатель отталкивается от них. А он тудым-сюдым дергается, импульс у него то в одну сторону, то в другую. Да. То есть это абсолютный трюк, это очевидно совершенно. Вот так это все работает. Но, может быть, там, конечно, не то, что два вращающихся. Ну, вот, а начали так хорошо теория струн, теория единого поля, а закончили банальным ярмарочным шоу, фокусом. Потому что чудес-то, нет, чудеса, может, и бывают, но не так легко они достаются, чудеса. Не, ну, смотрите, люди на полном серьезнике этим занимаются. И деньги вкладывают. Так вот, теперь, вот мы переходим дальше. Интересно, вот это, вот другой аппарат, не тот. Вот то, что мы сейчас видели в видео, оно было снято в 2009 году. В 2009. И, как бы, никем не подтверждается, ну, кроме там, кто там участвовал, непосредственно приближенные этого Леонова, там, его, так сказать, адепты какие-то там, не знаю, ученики, так сказать. Вот. И вот в марте 2018 года, вот покажите, пожалуйста, еще раз, слайд предыдущий. Да, в марте 2018 года было проведено официальное, как это подносится, испытание вот этого двигателя, уже некой общественной комиссии. В конце там мы посмотрим список членов этой комиссии, но вот там такой интересный человек, вот как Бакланов, о котором мы говорили, потом там некий генерал-лейтенант Саутин, член комитета Госдумы по обороне, вот пожалуйста, тоже подписался. Но раньше у Петрика вообще Грызлов был, спикер Госдумы, так что это не показатель. Ну, да. И вот они провели испытание в марте 2018 года, то есть практически год назад, вот этого двигателя так называемого, это другое устройство, оно потяжелее, оно побольше предыдущего, он об этом и сам пишет, некий протокол есть этих испытаний, доступен, опять же, на его сайте, где утверждается, что вот это новое устройство, и почему-то он не объясняет, а почему-то они показали. А потому что, я сейчас объясню, почему. Потому что в том вот это тормозное устройство было видно, и комиссии показывать было его нельзя, естественно. В этом новом ничего такого нет, нет никакого видимого тормозного устройства, у него чистое днище, у него подмон, нет, вот здесь-то как раз видно вот эту трубу поперечную, да, внизу. Эта труба находится на уровне оси вращения колеса. Вот если вы посмотрите внимательно, вы легко разглядите ее. Вот. Здесь такого вроде бы нет. Они тут проявили как бы осмотр такой демонстрационный, вот сфотографировали там нижнюю часть, показали нижнюю, ну как бы так сбоку, но чтобы было видно, что там ничего похожего на тормоз нет. Они это продемонстрировали. Ну давайте посмотрим, а что же было видно в этом эксперименте, что происходило. Вот покажите, пожалуйста, слайд двадцатый. Слайд двадцатый. А здесь в этом эксперименте катания не было. Не было катания. В этом эксперименте не было никаких видимых тормозов, и по-видимому они их не ставили в этом новом так называемом двигателе. Тот назывался КВД-1Л легкий 2009, а этот просто КВД-1. Этот как бы утяжеленный, да, вариант. Он и не катался. Вот здесь жесткая тяга, посмотрите. Вот его зафиксировали за станину, за тяжелый станок, который мертво стоит на полу там где-то в каком-то цеху, да. Вот обратите внимание, цифра три, тяги. Там ниже поясняется жесткая тяга три. Тяги три жесткие. То есть это металлические такие как бы стяжки. Вот я и видел там фотографию в этом отчете, в этом протоколе так называемом. Там видно металлические такие стяжки. Вот вам и ответ, куда девается момент силы, когда грузики переводятся в обратную сторону. Через тягу. Здесь нельзя было организовать вот такое катание, потому что были члены комиссии, что все-таки там люди, они же там не сборище мошенников, там люди просто добросовестно заблуждающиеся. Но они, конечно, бы разобрались, увидев там какие-то странные такие причидалы, а внизу, так сказать, напоминающие тормоз. Поэтому здесь его нет. Ну, так и катания нет. Значит, просто аппарат, опять же, совершая тот же самый трюк, значит, перемещение массы внутри корпуса, невидимой нам большой массы достаточно, он совершает рывок в обратную сторону, вот как показано на чертеже, и дергает динамометр. И, конечно, динамометр вам что-то там показало. Почему же нет? Какие-то там сотни ньютонов вполне возможно. В этом нет совершенно ничего страшного. Такой фокус сделать вполне можно. Вот. Но только здесь ни при чем. Ни вакуум, ни квантон, ни теория суперобъединения, ни все остальное. Вот эта псевдотеоретическая хинея, которую он сочинял в объяснении, якобы, этого явления. Вот и все. Все очень просто. Хорошо. Но ведь проводились эксперименты с вертикальным перемещением. Антигравитация. Вот. Совершенно верно. Следующий опыт того же типа. Значит, подвесили вот эту штуковину. Это тоже, якобы, двигатель такой уменьшенный. Антигравитационный. Ну, как сказать. Как его назвать. Квантовый, антигравитационный. Там у него все перемешано. Там не поймешь. То ли силы это магнитные, то ли... Нет. У нас сегодня передача юмора. Юмористическая. Если они антигравитационные, то почему они действуют в горизонтальном направлении? А когда в вертикальном, то они уже действуют против гравитации и становятся антигравитационными. А в горизонтальном это вроде как магнитные природы силы. Ну, там суперобъединение. Там все вместе. Там стерлась разница между силами. Это все одна природа. Суперобъединение. Ну, короче. И вот давайте, покажите, пожалуйста, этот слайд еще раз. Вот предыдущий. С этим слайд номер 21. Да. Значит, опыт проводился как? Вот подвесили вот это устройство. И, как утверждает опять же автор, создается импульс тяги, направленный вверх. Импульс тяги, направленный вверх. И динамометр сбрасывает показания до нуля практически. То есть, как будто что-то снизу подбросило вверх вот эту штуковину, вот эту систему. И вес пропал, естественно. То есть, стрелка делает рывок в нулевое положение, а потом возвращается обратно. Это преподносится как работающий в импульсном режиме. Кстати, почему импульс? Еще вопрос. Вот из всей этой квази-теории там не видно. А почему импульс? По описанию там... Должна быть постоянная тяга, если исходить из теории. Тяга должна быть... Если теория верна, да? А подаешь постоянное напряжение, получаешь постоянную тягу, да? Почему она импульсная? Вот это непонятно. Там причем так все описывается, что употребляемая мощность стабильная. Сколько там? 11 тысяч киловатт. Нет, но 12 киловатт я посмотрел. Но там, получается, может какая-то пружина заряжается. То есть механическая энергия, постоянно идет подпитка энергии, за счет редуктора заряжается какая-то пружина, потом срабатывает спусковой механизм, резкое движение. Это они придумывают, да. Или конденсатор какой-то там заряжается, потом разряжается, может быть... Да, да. Для того, чтобы потом импульсно выдать. Это да. Это, конечно, само по себе это соображение не опровергает. Но просто здесь как бы понятно... По теории непонятно, почему тяга импульсная. Объяснение мы видим то же самое. Происходит что? Вот эти грузики внутри. Там какие-то два грузика, они сбрасываются. То есть просто освобождается фиксатор. Происходит свободное падение груза вниз. Потом он фиксируется в новом положении. Ну вот эти две... Я рисовал там два грузика таких. Вот они так вот падают. И сбрасываются. И приходят в новое положение. Пока они падают вниз, естественно, вес аппарата приходит со стороны невесомости. Ну, по крайней мере, частично. А если в этих грузах основная масса сосредоточена, то практически наступает полная невесомость. Вот и все. Вот он как бы свободно... Вот вам и антигравитация. Вот так хорошо начиналось. Но российские СМИ раструбили, что в российские ученые, ну или кто себя так называет, по диссертациям, полученным в таких вот журналах. Они-то вот сделали антигравитационный двигатель. Сейчас летающие тарелки полетят бомбить Вашингтон. Сейчас я еще по этому поводу закончу. Там еще снизу груз подвешен. Они еще говорят. А что с грузом? Ну, так очевидно, вот этот груз, ну, как-то так он соединен, сопряжен с этой системой, что когда вот этот грузик внизу начинает проваливаться вниз, свободно падает, вместе с ними и он совершает какой-то рывок. Непродолжительный, но там импульс довольно короткий, между прочим. То есть, смещается вниз и грузик, а потом возвращается в исходное положение и все. Вот. То есть, фокус, не более того. Ну, давайте пойдем дальше. Ну, ладно, не будем обсуждать. По поводу комиссии. Вот покажите, пожалуйста, 23-й слайд. Да. Пропаганда трубит, но это мы сейчас обсудим. Почему она трубит, откуда эта радость, на чем это все основано. Ну, давайте вот, чтобы закончить с этим изобретением, вот посмотрим. Вот члены комиссии, так называемой. Общественная комиссия специалистов называется. Во-первых, что еще за общественная комиссия такая? Ну, бог с ней. Ну, это люди просто энтузиасты. Во-первых, кто тут специалисты? Здесь нет ни одного физика. Вообще ни одного. Вот просто. То есть, они все, так сказать, дружно там заявляют, что Леонов там... Ну, взяли бы хотя бы меня к журналистам, да, в эту комиссию, я бы им испортил всю богадельню. Ну, я такой вредный журналист. Ну, да, да, действительно. Да нет, ну, как если заявляется, что основано на теории суперобъединения, которая наременно создана вместе с этим великим двигателем, и нет ни одного физика титульного, который, ну, хоть что-то мог... Да бог с ними с титульными, бог с ними с титульными. Я верю в гениальных одиночек. В Николу Теслу я верю. Ну, единственное, ну, показали бы, что там внутри у него. А внутри у него неонка. Я тут вспомнил одного писателя. Ну, позовите и физика настоящего, который все-таки тоже разбирается. По крайней мере, это бы выглядело серьезнее. Ну, что? Они вот позвали из Брянского университета, там позвали Давыдов. Вот единственный доктор наук здесь, который присутствует, доктор технических наук Давыдов. Из Брянского университета технического, да. Ну, а что, там физика вшире нет в Брянске? Ну, позвали бы и физика. Ну, просто физик не подпишется под этой околисицей. Он-то поймет сразу, вот просто, моментально. Все-таки разница между... Зато кинорежиссер есть. Кинорежиссер, руководитель съемочной группы. А меня не позвали. Я бы им там устраивал. Кстати, я бы поинтересовался. Ну, доктор технических наук. Хорошо. Специалист по литейному производству. Человек, может быть, великолепный специалист, там разбирается, как лить металл, какие технологии. Какое отношение вообще к этому он имеет? Просто нужен был какой-то доктор технических наук, но не настолько искушенный в теоретической физике, который всю эту, так сказать, за чистую монету примет, вот все, весь этот цирк. А что, только доктор физмат-наук может распознать, а просто инженер так, просто с высшим образованием, там, советским, он не? По идее должен, по идее должен. Но, понимаете, у инженеров, у них все-таки, у них эмпирическое мышление. Они доверяют эмпирике. Вот они работают же, он видит перед собой. У него голова не включается уже в теоретический анализ. То есть, внутрь он заглянуть не хочет. А внутрь он, ну... А, это секретно, это секрет фирмы, там супер-секретная технология, да. Только за миллиард долларов. Это же, какой миллиард? Это бесценно. Если бы это было реально, это было бы бесценно. Нет таких денег. Ну, в общем, да, это примерно, ну, грубо говоря, в этом случае вся космонавтика, Илон Маск и прочие, они, что называется, как тебе такой Илон Маск? Ну, так они и пишут о том, что это открывает совершенно фантастические возможности. Ну, это все, это можно к звездам летать, там, Землю перетащить куда-нибудь на другое место, в другую звездную систему. Ну, уже прямо сейчас. То есть, ну, фантастика. Поэтому, конечно, секрет, ну, как же, чтобы не узнали раньше времени враги России, так сказать, и не воспользовались тем секретом. И не разбомбили Кремль вместе с Воронежем. Поэтому комиссия смехотворная, на самом деле. Я еще раз говорю, что да, пусть будет там Тесла, если он Тесла, но надо кого-нибудь было позвать все-таки из людей, способных на это посмотреть, чисто теоретически напрячь голову и призадуматься и понять, вот, а в чем там дело. И они бы поняли это сразу, на самом деле. Вот и все. Имея хоть какую-то привычку теоретически мыслить. Но здесь таких людей нет в этой комиссии. Это же очевидно совершенно. Вот. И давайте посмотрим заключение комиссии. Вот, пожалуйста, 24-й слайд. Вот посмотрите, что она пишет. Подтвердила результаты импульс тяги 150 ньютон на киловатт. Вот я уже объяснял, к чему это ведет. Это КПД, превышающий 100% в десятки, сотни, тысячи раз в зависимости от скорости. То есть, чушь собачья. Ну, тут выборочно. Не все, конечно, основное. Дальше они расписываются. Вот пятый пункт, что создание двигателя стало возможным в результате создания Леоновым фундаментальной теории суперобъединения. А что они все в этом понимают? Хоть кто-нибудь из них. Это люди совершенно далекие от теоретической физики. Все до одного. Но они все дружно подписались. Да, но они подписались и под теми дурацкими уравнениями Максвелла, которые приводятся в обоснование якобы Максвелла, да? Ну, дело. Это позор, позор. Вот этот господин Давыдов, ему стоило стыдиться. У меня сразу вопрос возник. А у них вообще высшее образование-то есть? Или оно тоже где-то в переходе? Ну, такой вот. Нет, ну, я допускаю, что он, может быть, прекрасный специалист по литейному производству. Этот единственный доктор технических наук. Но это позор на его биографии, что он под этой фельдкиной грамотой поставил свою подпись. Вот не нужно было торопиться. Тоже уши развесил, так сказать. Подумать надо было сначала, чтобы это все значило. А хотя, ну да, наверное, такой доктор с другой стороны. Хотя он не молодой уже. Он еще где-то, наверное, в Союзе защищался. Вроде бы это не из таких вот. Вот это и странно, наверное, это и подкупило федеральную прессу, которая раструбила об этом открытии, да, вот таком великом. У меня вот просто, как у журналиста, вот просто протест. А где научная редакция? Где научные консультанты, которые, ну, должны такие вещи рецензировать, да? Ну, пусть, допустим, сам ведущий, ну, я далек от той мысли, что, допустим, Соловьев или Киселев разбирается в квантовой механике, физике, электронике. Ну, они разбираются в других процессах, скажем так, работы языком. А в кадре, я имею в виду. Все, что за кадром, это отдельно. Значит, ну, вот такая я-язва. Значит, ну, в любом случае в редакции должны быть какие-то научные специалисты, специалисты, которые в состоянии проанализировать информацию и дать свое заключение, да? Вот. Ну, вот почему-то этого тоже нету. И вот у нас ввели закон же, запрещающий фейковые новости, да? Вот за фейк-ньюсу там серьезная ответственность полагается. Но почему-то в этом законе ничего не сказано про фейк-сайенс-ньюс. То есть, фейк-сайенс-ньюс – это фейковые научные новости, которыми буквально сейчас все заполонено. Иногда думаешь, что мы живем уже в каком-то виртуальном мышленном мире, где законы физики уже как бы немножко отменили. Совершенно верно. Я вот по этому поводу хочу еще высказаться сейчас. Но давайте еще раз вернемся. Я хочу обратить внимание на… Да, вот пункт седьмого заключения комиссии. Вот какие здесь делаются заявления громогласные? Вот посмотрите. В направлении создания квантовых двигателей работает НАСА, Англия, Китай. Мы уже обсуждали, как там работает НАСА, так сказать. Она не работает, она так. Ну, маленькую форточку оставила. Ну, там найдется пара энтузиастов. Ну, занимайтесь нам, нате вам чуть-чуть денежек. Вдруг да что-нибудь где придумаете? А вдруг? А вдруг Тесла попадется? Ну, разумный подход. Действительно, что ж прям… В конце концов, даже тот же М-драйв. Ну, если он просто антенна, так сказать. Не, ну, по крайней мере, работы по М-драйву могут вывести на некую теорию, вот на поиск ошибки взаимодействия микроволнового излучения и магнитного поля больших объектов. Почему бы вполне из-за смежных областей, может быть, даже где-то это и пригодится? Ну да, ну да. Ну, конечно, могут быть приложения вылезти совсем не там, где их ожидаешь. Да, то есть я в данном случае не противник, а очень даже сторонник такой поисковой активности, то есть вне рамок традиционной физики. Потому что тот же М-драйв, вот поиск, почему же он дает эту тягу, сам ответ на этот вопрос, он может дать интересные данные, которые могут использоваться где-то в других прикладных приложениях. Может быть, в навигации, может быть, в геоисследовании, в геолокации магнитных полей. То есть с помощью электромагнитного микроволнового излучения делать облучение, измерять тягу и таким образом увидеть магнитное поле, допустим. То есть визуализировать магнитное поле Земли и переполюсовку магнитных полюсов увидеть, что называется, визуально, с помощью микроволнового излучения. Это может быть следствие работы над М-драйвом, но не двигателем, конечно. Вот поэтому NASA не закрывает совсем эту тему, оставляет какую-то возможность там заниматься понемножку. Да, конечно. Именно так, как вы излагаете, так и они это видят, как разумные люди. Все, я иду работать в NASA. Да. Так вот, я хотел бы обратить внимание, дальше идет утверждение, что Китай испытал там в космосе на орбитальной станции с тягой 72 ньютона. Так это ложь, не было такой информации. По крайней мере, нигде ее нет. Я не нашел, не знаю, может, Игорь Анатольевич видел, вот я не нашел. Не, если бы такое произошло... Я видел про 100 микроньютонов, вот то, что намерила NASA, 100 микроньютонов, все. Вот этот ничтожный эффект, едва уловимый, так сказать. Все, какие 72 ньютона, этого нету. Это ложь, это вранье просто откровенное. И собирается в 100 раз увеличить. Ну, вот, пожалуйста, уровень. Дальше, пишут, а в нашем двигателе там вообще, там, у него до 5000 ньютонов, ну, пожалуйста, в России является лидером. Ну, вот, сама реклама, это заявляет комиссия, так называемая, общественная, из этих вот горе специалистов. СМИ это понесла, народ подумал... И понесли, да, ну, как же, Бакланов разве мог... Путин велик. Бывший космический советский министр, ну, разве мог он такую чушь подписать, если бы это было... А почему нет-то? Запросто мог. Тем более, он уже давно не при должности, он уже утратил... Но, вообще-то, ум с должностью не передается. Ну, конечно, нет, ну, даже если он умный человек, допустим, ему 87 лет уже, или там, сколько, Бакланова, уже может просто человек... Нет, ну, возраст, это не показатель, многие ученые, тот же Шредингер и упоминавшийся Дирак, работали до, в общем-то, очень преклонных лет. То есть, это не показатель. Вопрос в том, что, скажем так, если человек занимал какую-то должность, это не факт, что он был ученый, а не менеджер. А менеджер, вне зависимости от того, какая у него была должность, ну, он менеджер. Нет, безусловно, наука, более того, наука сохраняет молодость, продлевает молодость человеку. То, кто занимается наукой активно, они дольше остаются как бы молодыми. У них и мозг лучше работает, и даже тело стареет не так быстро. Это вы правы совершенно, но я ж не об этом. Тут как бы, ну, просто здесь я вижу, все-таки другое. Ну, да, это правда, собственно, наука позволяет вместо бега либо бегать, либо наукой заниматься. В общем-то, это действительно тоже затратная работа, только в данном случае голова кипит. Да, ну и дальше эта комиссия рекомендует, значит, всячески внедрять, что-то там в 100 раз повысить, там, поснизить затраты в 100 раз как минимум. Вот просто на запуск в 100 раз. Что там Маск со своими там возвращаемыми ступенями, Falcon Heavy запустил там, вернул там все ступени на землю. Да ну, тут вот в 100 раз экономить. А почему в 100, а не в 200? Да, можно было и в 1000 написать, все что угодно. Это при таких вот, если бы такие были возможности, то тут, это фантастика, я же еще раз говорю. Это как бы, поэтому, вот и все. Вот такая Филькина грамота. И понеслось. Так вот теперь, а почему понеслось, вот я бы хотел сказать. Почему такая вот ахинея, так сказать, вдруг так принимается на ура? Так более того, не просто на ура, Роскосмос, Рогозинский. Они же выдали не техническое задание. А Рогозин, он ученый, да? Рогозин ученый, да? Или журналист? Ну, журналист. Так я тоже журналист. Нет, ну, нет, ну как, у него образование гуманитарное. У вас образование явно техническое, или там, естественно, научное. Это явно, я же вижу, вы не гуманитарий. Я вас не знаю, но я берусь утверждать, что вы кончали что-то такое по технической части. Ну, я ракетчик, если так, по большому гамбургскому счету. Скажем так, наземный отладочный комплекс приборно-агрегатного отсека корабля «Буран». Это моих рук дело. Ну, так, ну вот. Ну, вот оно и видно. Потому что мозги-то все равно по-другому заточены, чем гуманитария. А Рогозин, этот человек, закончил журфак МГУ. Вот. Каким образом он возглавил? Ну, вот вам, пожалуйста. Какой руководитель? Такие специалисты. Такая реакция. То есть, они, там у них зам Рогозина, некто Иван Харченко, значит, поддержал. Вот всю эту ахинею, вот все эти свежие бредни, вот это заключение общественной комиссии, с позволения сказать, вот этой. И выдали им техническое задание, значит, на проведение экспериментов уже таких всеобъемлющих, так сказать, с проверкой этого эффекта. Что и требовалось Леонову. Почему? Потому что я вот боюсь, что могут быть попытки, конечно, привлекать к суду, я не знаю, ваш канал. Но это мое оценочное мнение. Я считаю его мошенником просто. Если предоставят опровержение, и я поучаствую в съемках испытаний, и увижу, как это работает. И если это будет правда работать, я на канале размещу опровержение. Ну, да. А пока этого нет, исходя из того, что мы имеем, я лично беру на себя смелость утверждать, что это просто мошенник, который пытается втянуть государство вот в эти свои выигры с собой. А для них, я этих публик насмотрелся на нее, честно говоря. Я с многими соприкасался чисто вот так вот. Ну, на просторах интернета, конечно, в основном, но мир сейчас такой, насквозь прозрачный, поэтому пересекаешься с людьми самыми разными. Я на эту публику насмотрелся, повадки ее знаю хорошо. И примеры могу привести много таких вот деятелей. Им главное втянуть в процесс. То есть, вот как только выделятся какие-то средства, какие-то фонды, все, они потом будут держаться... Ну, может, они просто на форточку НАСА-вскую рассчитывают, что им просто вот хотя бы дадут какой-то грантик, как НАСА. Нет, дадут им хорошо, потому что они, во-первых, поделятся наверняка. Обычно у нас же как все в стране работает? Это будет откатик с этого грантика обязательно. Если можно что-то в России объяснить откатом, другие теории не нужны. Нет, ну так мы живем в таком мире, в уродливом, в оккумпированном мире совершенно, где все делается так. И потом эти начальники, которые им подписали вот это техническое задание, они будут их покрывать. У них не будет ничего получаться, ну, они не смогут ничего показать реального, но они будут находить объяснение. Вот эти мошенники, они очень ловко придумывают. Они скажут, ну, там вот пока не получается, но нужно еще серию экспериментов, и тогда получится. Потом будут объяснять, что вот нас травит пресса, нас травит официальная наука, нам мешают работать. Это мне напоминает байку про Хаджуна Средина и Осла и Падишаха. Да, потом они обвинят Академию наук, что она вот им, так сказать, закрывает им там возможности для развития и так дальше. То есть, они найдут тысячу причин. И затянуть время, получить следующий транш и так дальше. А потом те, кто все это финансировал, они будут бояться просто понести ответственность за то, что поддержали мошенников, по сути дела. Они будут их покрывать. А может, будут иметь этого всего. А СМИ будут это пиарить за долю малую, либо просто по глупости. Ну да, они будут так же дуть в уши своим начальникам, тому же Путину. Путин у нас тоже весь из себя гуманитарь. Эти мультики будут показывать, и весь мир будет ржать просто в голос. Ну да, судя по тому, как он объявлял эти наши вундервафли дважды перед федеральным собранием, ему можно любую чушь, так сказать, впарить. Он принимает все за чистую монету, с радостью причем. Так вот, я хотел сказать, почему такое стало возможно все-таки? Почему вот лженаука прет, она цветет пышным цветом? Почему лжеученые получают доступ, вот эти высокие коридоры, доступ к ресурсам каким-то, внимание власти, а настоящие ученые-то прозябают, бедствуют. Они никому не нужны в этой стране. Их опустили ниже плинтуса. Они не дают возможность распилить денег. Вот их главная ущербность. Они не дают возможность распилить, это раз. Да, но более такие технические моменты. Вот скажем, что стало с Академией наук. Академия наук – это организация, которая ставила барьер перед лженаукой. В этом ее основная миссия, это высшая экспертная организация научная. Так ее уничтожили, у нас нет Академии наук. В 2013 году путинская реформа фактически уничтожила Академию наук. Это сейчас просто клуб пенсионеров научных. Это правда. Все, у нее нет никакой власти. Она не может формировать нарушенную политику. У нее нет денег. Она не распределяет фонды. Она не имеет имущества даже. Вообще ничего. Сейчас все решает фоно. Менеджеры. А фоно – это кто? Это мальчики, девочки? Это сыночки? Это менеджеры. Да, это менеджеры. То есть, когда менеджеры начинают рулить наукой, не имея о науке вообще даже представления, даже ориентировочного, скажем так, на уровне научпопа. Я не говорю про глубины. Посмотреть на нашего министра науки, на этого чудика. Это какой-то человек, который все, чего научился, это, наверное, документы, таблички экстренные составлять, какие-то делать подсчеты для презентаций с диаграммами. Вот он управляет наукой. А Академию наук никто сейчас уже не спрашивает. Если бы сначала спросили мнение Академии, то, конечно, вся эта ахинея, она бы не получила доступа в тот же Роскосмос. И вообще, куда бы то ни было, ее бы зарезали сразу. И правильно бы сделали. Потому что нельзя все сводить на консерватизм Академии. Это, опять же, оправдание всех мошенников, всех лжеученых. Что настоящая наука, она из ревности, она отрицает, она ветроградна, она отрицает прогресс, не пускает новые идеи. Еруда это все. Добросовестную научную работу свою дорогу найдет. Если она новая, если она революционная, так они аплодировать сами ей будут в первую очередь. Ну, просто нужно делать все по-человечески. Если, допустим, эксперимент, надо сделать эксперимент добросовестно, проверяемый эксперимент, который другие смогут проверить. А когда они проверят, никакая Академия наук барьера не поставит. Но должна быть воспроизводимость любого эксперимента. И должна быть, кроме того, обеспечена чистота эксперимента от неучтенных факторов. Совершенно верно. И как только это будет соблюдено, все двери откроются. Они же его сами увешают славой, превознесут и так далее. Академики там произведут. Да без проблем. Но тут просто люди-то видят же прекрасно. То, что я говорю, то, что вы видите, они тоже видят. И там есть люди и более грамотные, чем я в той же физике, гораздо в Академии наук, безусловно. Тут не надо быть вообще каким-то суперфизиком. Достаточно средняя школа, ну и желательно вуз, хотя бы какой-нибудь политех. Этого уже достаточно для того, чтобы разоблачить вот это вот дело. Тут даже до квантовой физики, по-моему, не стоило мне опускаться до теории единого поля. Но в данном случае я решил все-таки с помощью антигравитации покрутить товарища Дирака и товарища Шредингера. Ну и немножечко товарища Ньютона. Ну вот начинали мы программу сегодня как научную, а закончили как юмористическую, даже я бы сказал политическую. С таким вот политическим окрасом. Ну что ни поделать, ну вот все у нас на канале так. Начинаем за науку, начинаем про квантоны, кванты, кварки, глюонную плазму и прочие такие изыски типа Бозона Хиггса и спина Бозонов, то... А заканчиваем, извините меня, политикой. Вот в России все так, и у нас на канале в том числе. Я очень благодарю Дмитрия Зотева за вот наш сегодняшний такой диалог. Он действительно, это даже не столько интервью, а диалог получился. Просто я выступал адвокатом науки, который не признает ран. Ну вот такие вот там в ран злыдни, что они до сих пор уперлись в ретрограды, считая, что дважды два – это все-таки четыре. С чем я, в общем-то, не согласен. Тут главная политическая целесообразность. Иногда дважды два и восемь может быть, если за это заплачено. Ну что ж, спасибо. Я надеюсь, мы еще не раз увидимся. Но в заключении нашим зрителям хочу сказать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте видео в сети. Ну и помогайте нашему каналу. Нам не помогает нашему каналу. Вот мне в создании этих программ не помогает вообще никто. Это кроме зрителей. Вот ваша помощь, ваши донаты позволяют как-то вот содержать все это безумное хозяйство, которое я, в общем-то, показывал. Ну и более того, как-то совершенствовать. У меня тут паяльничек, паяльная станция стоит, осциллограф и прочие приборы. Ну и кое-что я сам разрабатываю и делаю. Но я не ученый, я так вышел ролик запилить. Если что, оставайтесь с нами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok